МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А теперь об этих и других городских новостях подробно. Сегодня Центральный банк отозвал лицензии сразу у трех банков. Прекратили свои операции Кемеровский банк развития бизнеса, Махачкалинский Дагестан, а также Банк Монолит. Из этой тройки филиал в Рязани есть только у последнего. Напомним, что еще в начале февраля Центральный банк ввел ограничения на снятие наличных с депозитных счетов Монолита. В конце же февраля банк приостановил выполнение всех операций до решения Центробанка. И вот сегодня решение озвучено. Как сообщается, Монолит ввел высокорискованную кредитную политику. Помимо этого, Центробанк улучил его в сомнительных операциях в размере 9 миллиардов рублей. У филиала банка и внутри него особенного ажиотажа замечено не было. Сотрудники продолжают оставаться на своих местах. Как сообщает сайт агентства по страхованию вкладов, выплаты клиентам Монолита начнутся не позднее 19 марта. Сейчас определяются банки, через которые будут осуществляться выплаты. К другим новостям. Сегодня в поселке Хамбушево городской водоканал отчитался об успешном устранении аварии на канализационном коллекторе. Еще в начале января жители Рязанского района забили тревогу. В реку Листвянка стали попадать неочищенные канализационные стоки. Причина, как выяснилось, авария на городском коллекторе. Объем восстановительных работ был настолько большой, что даже при условии практически круглосуточного труда справиться с аварией удалось спустя почти два месяца. В коммунальной тонкости вникала Оксана Тебенихина. В начале января на коллекторе Рязанского водоканала сразу в нескольких местах в районе поселка Никуличе, Хамбушево и недалеко от очистных сооружений нефтеперерабатывающего завода произошла авария, причиной которой послужило то, что грунт продавил ветку коллектора. В конце концов, у всего есть срок годности. В данный момент завершились работы на одном из участков в поселке Хамбушево, где с помощью спецтехники прицепают землей свежеуложенный коллектор. Здесь у нас два коллектора проходят от четвертой канализационной сносной станции и до очистных сооружений нефтезавода, которые находятся в районе поселка Турлатово. Протяженность этих коллекторов составляет чуть более 9 километров каждый. Данные коллектора, они один 15 лет прослужил, другой чуть больше. И они оба у нас включены в программу модернизации, которую сейчас разработала городская администрация и поручено водоканалу ее реализовывать. В течение 2012-2013 и от начала 2014 года на данные коллектора уже потрачено чуть больше 120 миллионов рублей. Аварийный участок, который пришлось восстанавливать очень большой и, по словам подрядчика, с которым водоканал заключил договор, сложный. За то время, что велись работы, не раз пришлось столкнуться с разного рода препятствиями. На этих кадрах, снятых в конце января, видно, насколько масштабные и сложные работы пришлось вести коммунальщикам. Не останавливались даже в ночное время, ведь нечистоты из коллектора могли, просочившись сквозь землю, добраться до близлежащих водоемов. Посему действовать было необходимо незамедлительно. Устранение аварии под личный контроль взял глава городской администрации Виталий Артемов. Мы перешли две шоссейные дороги. Это Рязанское шоссе и Куйбышевское. И три раза перешли железную дорогу. Осуществили модернизацию двух ниток конвенционного коллектора диаметром 1200. И город так сформировал программу модернизации, что параллельно мы осуществляем замену водовода диаметром 600 от Соколовской водяной станции до поселка Южный. Сварщики вырезали трубы, иногда приходилось работать противогазом, потому что запах. Но остальное мы все как бы преодолевали, работа нам знакомая. Отремонтированный участок коллектора протяженностью порядка 900 метров сейчас в стадии запуска. Локально авария устранена. Но чтобы окончательно решить проблему и защититься от возможных прорывов, необходима замена трубы еще на более чем 4,5 тысячи метров. Поиском средств сейчас заняты как городские, так и областные власти. Понимание того, что коллектор должен быть отремонтирован не в аварийном, а в плановом режиме, есть. Изношенность труб и коммуникации, коммунальные проблемы, темы для современной России крайне актуальны. При желании чуть ли не ежедневно можно выдавать в эфир репортажи о тех или иных бытовых невзгодах, с которыми приходится сталкиваться горожанам. Но в доме 36 на улице Гоголя ситуация все равно особая. Там вот уже на протяжении длительного времени жители не могут разобраться, в адрес какой из двух управляющих компаний им следует отправлять коммунальные платежи. Из кого спрашивать за результат. Жители многоквартирного дома по адресу улица Гоголя 36, что в Гороще, жалуются на свои бытовые проблемы уже довольно давно. Протекающий труб отопления, некрашенные стены и старый дочатый пол в подъезде. Обилие электропроводов. Впрочем, подобную картину можно лицезреть и в других домах. Нынешние же стихийные собрания жителей возле подъезда вызвали кабельщики, которые попытались раскидать свои провода по этажам. Жители всерьез боятся пожара. Считывают вообще в ужасном состоянии, а подключают это все и идет к электрическому. Мы сгорели, у нас свет мигает, свет мигает постоянно. Техник один раз сгорел. Свет нам все поменяли, не надо брать. Не надо брать, когда все сгорело. Ну сейчас сгорело. Наша управляющая компания им договора не подписала. Мы не разрешили, потому что жильцы проголосовали против. Вот так этот Ростелеком пошел в компанию ООО «Техрембытсервис». Им там договор подписали, но дом относится пока к «Теплостройинвесту». По словам представителей управляющей компании «Теплостройинвест», у них идет судебный спор с управляющей компанией «Техрембытсервис». В борьбе коммунальщиков за многоквартирный дом страдают жители, получающие счетка оплаты сразу от двух компаний. Вы решите, к кому мы относимся. К тому относились, к тем оплату платите. Вы потом нам будете должны... Это жуличество. Вы относитесь к нам. Вы к нам относитесь. Вы относитесь к нам. Вы относитесь к нам. Нам без разницы, понимаете, какая компания. Эта компания, другая компания, 10-й, 5-й. Наведите нам порядок. Порядок, кто не... Управляющие компании спорят, а жильцы в недоумении. Тут и счета от двух организаций сразу, и проблемы коммунального характера, с которыми не поймешь, кому обращаться. А тут еще кабельщики со своими проводами. В общем, голова у жителей дома 36 по улице Гоголя идет кругом. Кто же остановит это головокружение? От жилищно-коммунальной темы криминальной. Следственный комитет сегодня сообщил о передаче в суд дела в отношении сотрудника дорожно-патрульной службы. Он обвиняется в получении взятки и превышении должностных полномочий. Завершено расследование уголовного дела в отношении инспектора группы по исполнению административного законодательства отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД России по Рязанской области. Он обвиняется в совершении таких коррупционных преступлений, как получение взятки, а также превышение должностных полномочий. Следствием установлено, что в 2011 году житель города Рязани за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения был привлечен к административной ответственности в виде лишения права управления транспортным средством на полтора года. В июне 2012 года по просьбе данного гражданина обвиняемый подменил изъятое и находящееся на хранении в инспекции водительское удостоверение на поддельное. За незаконное возвращение водительского удостоверения инспектор получил взятку в размере 30 тысяч рублей. Данный факт был выявлен сотрудниками собственной безопасности УМВД России и Рязанской области. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу. В Рязани прошла очередная акция судебных приставов «Узнай о своих долгах, оплати за должность». На этот раз они совместно с инспекторами дорожного движения искали должников среди автомобилистов. Вместе с правоохранителями автомобили останавливала и наша съемочная группа. В современном ритме жизни мы не всегда успеваем вовремя проследить за содержимым почтового ящика, а ведь именно в него сердобольные почтальоны подбрасывают так называемые письма счастья. Судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД вышли на тропу войны с рязанцами, позабывшими своевременно погасить свои долги перед государством. Рейд прошел на Солочинском посту. На сегодняшний день у нас уже проверено 35 человек, из которых 10 оказались должниками. 4 человека погасили свою задолженность, это штрафы ГИБДД. Составлено 2 ареста и вручу на 4 требования яфик судебно-приставным исполнителем. Такие совместные рейды очень полезны и продуктивны. Проводились они также на всех остальных стационарных постах ДПС. И в главном управлении ГИБДД на Солнечной. Каждый желающий мог проверить, является ли он задолжником. Было проверено в общем числе 650 человек, из которых 66 граждан оказались должниками в рамках исполнительных произведений. И 42 человека погасили свою задолженность. Были также составлены аресты, также составлялись и акции ареста в транспортных средствах. В Рязани продолжает звучать олимпийская тематика. Из Сочи в город вернулись не только волонтеры, но и участники игр. Среди них известный хоккейный арбитр Виктор Губернаторов, работавший инспектором на матчах хоккейного турнира. В Музее молодежного движения он поделился своими впечатлениями о главном спортивном событии года с рязанскими школьниками. Разговор, конечно же, шел не только о хоккее. Во вторник, 4 марта, в Музее истории молодежного движения состоялась встреча школьников судьей международной категории по хоккею, судьей-инспектором КХЛ Виктором Губернаторовым, работавшим в составе судейской бригады на соревнованиях по хоккею 22-х зимних олимпийских игр в Сочи. Участники встречи пообщались на тему 22-е зимние – олимпийские игры в городе Сочи, впечатления и эмоции. Виктор Губернаторов рассказал школьникам о церемонии открытия и закрытия игр в Сочи, соревнованиях по хоккею, которые он обслуживал в составе судейской бригады, общих результатах выступления сборной России на Олимпиаде, успехах представителей Рязанской области, а также о тонкостях и нюансах своей работы. Судья показал ребятам привезенные с собой шайбы «Сочи-2014», пропуски на спортивные объекты и памятные сувениры, подаренные ему на Олимпиаде. У нас сейчас провал в хоккее. В хоккее то, что мы выиграли позапрошенном году в Швеции – это здорово, конечно, чемпионат мира. Но выигрывать одними и теми же игроками, когда рост в других европейских странах, хоккей в целом, и детского хоккей в частности, очень и очень прогрессивен, не говоря уже о Канаде и Америке. Школьники с большим интересом слушали выступления Виктора Губернаторова, после чего засыпали гостя всевозможными вопросами о возможности встретить на Олимпиаде президента России Владимира Путина, о лучшем хоккеисте российской сборной, о соревнованиях помимо хоккея, которые посетил Виктор Михайлович. В завершении встречи школьники тепло поблагодарили гостям за интересный рассказ, ознакомились с представленной в музее экспозиции выставки «Стафет рязанских побед» и сделали общие фото на память. Всем желающим Виктор Михайлович подарил олимпийские плакаты со своим автографом. Олимпиада завершилась, впереди пара Олимпиада. Она стартует в Сочи в пятницу 7 марта, а завтра в столице игр пройдет эстафета паралимпийского огня. Самым молодым ее участником станет 14-летний рязанец Сергей Денисов. Сергей является участником программы образования для всех фонда помощи детям «Детские домики». Поездку в Сочи он выиграл в конкурсе эссе о том, что такое паралимпийские игры. В своем эссе Сергей написал, «Паралимпийские игры – это способ людям с ограниченными возможностями доказывать самим себе, что для них еще ничего не потеряно, и они всего могут добиться, несмотря на свои физические недостатки. Такие люди показывают пример, как нужно стремиться и добиваться того, что ты хочешь. Ведь если они сумели, то сможете и вы». Через несколько секунд наш эфир продолжит программу подробностей. Ее гость – председатель региональной федерации спорта, лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Марина Кощеева. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова